Рождённый в СССР Рождённый в СССР Мой сегодняшний гость появился на свет в Харькове, в роддоме имени Дарвина. В возрасте 6 лет переехал в Москву, и с тех пор своей национальностью во всевозможных анкетах указывает москвич. Убеждён, что миром правит любовь и юмор, а жить нужно насквозь. В конце 70-х основал андеграундную советскую группу «Оптимальный вариант», а когда спустя много лет ему показалось этого мало, еще одну – «Пчелу Бэнд». По его словам, группа играет так называемый пчелиный рок, замешанный на взаимодействии самых разных акустических инструментов. Человек-свобода, человек-загадка Олег Челап и его «Пчела Бэнд» сегодня в эфире программы «Рождённая в СССР». Мой друг, пишу тебе с оказией, Я дышу, а значит, жизнью диффузия. У нас вовсю цветёт картензия, И развеяны давно иллюзии. Банковский сейф, беспроцентный кредит, Типа я сердит на тех, кто нас сердит. Сам знаешь станцию финиш, Вряд ли проспишь, Но я не спешу, мне как-то не улыбается. Как ты, мой друг, и что теперь у вас? Ты писал, что весь увяз в сомнениях, Что темно в глазах и всякий раз Учащённое сердцебиение. Так это любовь, это знает любой, Даже сотрудники кондитерской фабрики. Станцию финиш, вряд ли проспишь, Но ты не спеши, нам как-то не улыбается. Это любовь, это знает любой, Даже сотрудники кондитерской фабрики. Станцию финиш, вряд ли проспишь, Но ты не спеши, нам как-то не улыбается. Старик, опомнишь ту рябину, Что ты посолил в моём саду? Теперь всех на виду, На ней растут бананы. Держись, мой друг, дыши, дыши с Аказией, И мы ещё споём на холмах Грузии. Лично я забил на эвтаназию, К ночи думаю о Бандалузии. Ведь я веселчак, и ты веселчак, Бывай, старик, телегранируй, И если что не так, Станцию финиш, вряд ли проспишь, Но мы не спеши, нам как-то не улыбается. Станцию финиш, вряд ли проспишь, Но ты не спеши, нам как-то не улыбается. Станцию финиш, вряд ли проспишь, Но я не спешу, мне как-то... Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер, дорогие друзья! Вечер вам добрый, Иван Владимир, И всем телезрителям. Группа Пчела Бэн в гостях у меня сегодня, В прямом эфире, В праздничный день, друзья мои, Я надеюсь, что вы не на шашлыках, Вы с нами уже, в принципе, Погода позволяет вернуться домой, да? Но мы, тем не менее, в любом качестве, Чем мы не занимались сейчас, Мы поздравляем их с национальным праздником, Днем России. Друзья мои, поздравляем вас, И я думаю, что сегодня вот окунем вас В акварельность акустического рока, Да, Олег? Именно так, акустический пчелиный рок. Пчелиный рок, да. Вот если мы в прошлый раз встречались с Олегом В составе группы «Оптимальный вариант», Сегодня несколько другой формат нашей встречи, да? Более камерный. Камерный формат нашей встречи, Вы это почувствуете. И хотелось бы сегодня больше музыкой насладиться, Меньше нашими разговорами, друзья мои. Хотя все в ваших руках и силах, Вы можете присоединяться, Задавать нам какие-то свои вопросы. Пока, по традиции, визитная карточка, Потом вернемся. Олег Чела провел со 2 августа 59-го года в Харькове. Через три года после рождения Переехал вместе с родителями в Киев, А еще через три в Москву. Окончил экспериментальную физико-математическую школу. В 77-м году создал ансамбль «Оптимальный вариант». В том же году поступил в МГТУ имени Баумана, Который окончил по специальности Двигатели летательных аппаратов. Работал инженером-конструктором, А позже ушел в свободные художники, Работал дворником и сторожем. В начале 90-х активно и плодотворно работает на радио В качестве ведущего, редактора, Автора программ и на других должностях. Публикует стихи и прозу В отечественной и зарубежной периодике. В 2009 году, не распуская «Оптимальный вариант», Основал группу «Пчела Бэнд». Группа играет акустический рок, фолк-рок И акварельную психоделику с привкусом джаза. Группа записывает альбомы и дает концерты. Акварельная психоделика с привкусом джаза. Красиво, как звучит, друзья мои. Посмотрите, это просто музыка, Просто в самих словах присутствует даже, Если это произносить. У меня такое ощущение, что телеканал НТВ плюс «Ностальгия» Уже подготовил на меня Такую... Досье. На прощальный концерт. Уже такой некролог уже есть, Но мы хотим жить, И мы долго будем жить. Мы почаще приходите, Олег. Мы будем тогда более жизнеутверждающие Визитные карточки делать. Последняя встреча была в девятом году, Сейчас уже в 18 на дворе. Раз в девять лет встречаемся, Поэтому это несерьезно. Мы за это время сделали другую группу С ребятами. И сейчас мы сыграем песню, Если можно, да, Я немножко как-то потороплю Ход разговора. Давайте, не торопитесь. Мы сыграем песню, Которая корнями уходит в кинематограф мировой. Мы обязаны ее рождению, Рождение человеку по имени Джим Джармуш, Есть такой режиссер. Он лет 16 снимал фильм «Кофе и сигареты». И эпиграфом к этому фильму У него была фраза «Земля – проводник акустического резонанса». Ну и после этого, конечно, Песня «Кофе и сигареты» В нашем исполнении не могла родиться. Не родиться. Слушаем. Окей. Два фрика повстречались в придорожном кафе Вполне себе держались, Хоть и были под шофе И долго изучали приз, курант, Молчали, заскучали, Заказали для беседы, Ждали, ждали, мрачно ждали Кофе и кофе и сигареты. Кофе и сигареты. Один другому нес, как брату, Что Джим Джармуш полный бред, Что в музыкальных автоматах Его музыки нет. И он ушел, но он не поверил, Тот, второй, умерил пыл, Пошел, проверил, обнаружил, Ба, его ж там тоже нет. Вот это кофе и сигареты. Кофе и сигареты. Субтитры сделал DimaTorzok Я слышу небо и твердь, и между ними дышат Санчо и Панца Джинджар муж был прав Земля проводника акустического резонанса И без учета аромата трав Признаться, тема не моя Я не смотрю кино Где снялись все, кроме меня Я снялся с якоря давно И лично я предпочитаю Убытков не считая И не причитая вслух Раскрашивать рассветы Были кофе и сигареты Кофе и сигареты Кофе с коньяком и сигареты Кофе и сигареты Кофе и сигареты Кофе и сигареты Простите И сигареты Ну да мне кофе и сигареты Джинджар муж был прав Слушал, что мне захотелось и кофе, и коньяка И сигарет Нет, сигарет нет, потому что канал Ностальгия активно борется с этим злоб Мы даже пишем об этом периодически в межпограммном пространстве 16 лет, говорите, создавался этот канал? Нет, Джинджар муж 16 лет Мы значительно быстрее написали эту песню Минут за 16 Я про кино говорил Кино, да, 16 лет он снимал Хорошо, Игорь из Санкт-Петербурга ждет давно Игорь, добрый вечер Добрый вечер Привет, Игорь, слушаем вас Да, значит, ваша песня, она как бы Мой немножко резонирует вопрос Значит, кофе, коньяк Это все естественно, натурально Я хочу спросить некий абстрактный вопрос Который меня много лет мучает Я вот обычный слушатель, я не музыкант И, в общем, мне приятно слушать музыку Которая натуральная, как у вас То есть струны, барабаны Ну, минимум синтетики Вообще нет, честно говоря, вообще То есть это основа была идеей нашей Вот, да, значит, у меня вопрос по существу следующий Я просто как ремарку хочу сказать Что даже те песни, которые мне не очень нравятся Я просто слушаю звучание инструментов И мне доставляют удовольствие Вот, значит, вы смотрите Все 70-80-е годы, рассвет нашей советской эстрады Все играли на гитарах, барабанах, роялях С хрипках Даже такие звезды, как Леонтьев Там, вспомните Ну, не перечисляйте всех, в чем вопрос-то Да, в чем вопрос И вдруг наступают 90-е И у всех наших вот этих мегазвезд Которые были на сцене Вдруг как напрочь сносят все натуральные инструменты Все начинают Я вот недавно слушал по ностальгии ваших же выступлений Леонтьев 1994 года Песня «Маленький отель» Вот я специально его прослушал Ни одного настоящего инструмента Ради интереса переслушайте ее Так вот, вопрос возникает к вам Чем вы объясняете Что был вот этот вот 90-е годы Синтетика Ни одной живой струны Ни одного живого барабана И вдруг мы сейчас Ну, понятен вопрос, да? Да, вот объясни, чем это было? Спасибо большое Ну, я не могу говорить от имени всех музыкантов От имени Леонтьева Да, тем более от имени Леонтьева Валерия Да, ни в коем случае Но я думаю, что, во-первых Люди наелись электрического звучания Потому что в какой-то период времени Был большой дефицит в этом звуке в нашей стране И мы, естественным образом, пытались догнать Западное звучание Звучание западной рок-музыки Мы пытались догнать с помощью вот этих вот Всех приспособлений, педалей, примочек Как говорят музыканты и так далее Децибелов и разного рода спецэффектов Да, да И в какой-то момент, во-первых, конечно Это момент пресыщения наступил А во-вторых, те люди, о которых вы говорите Так называемые наши мегазвезды Ну, может быть, не так называемые Никого не хочу обидеть Просто они повзрослели Они, чтобы не сказать, постарели И им захотелось, ну, акварельности Какой-то прозрачности Ну, уже Они не могли уже трясти Как говорят музыканты своим хайром То есть своими волосами Потому что эти волосы уже давно упали Поэтому они просто начали играть На акустических негромких инструментах Ну, прежде всего прочего Если говорить так совершенно без тени иронии То, конечно, акустические инструменты Дают минимальную дистанцию Между исполнителем и слушателем Это очень проникновенное звучание Акустические гитары Акустическая бас-гитара Флейта Губная гармоника Мелодионы Это все очень близко Это здесь Это все здесь Действительно Это все здесь В студии находится Вот такое изобилие музыкальных инструментов Сегодня Я думаю, что не только тем мэтром Как вы их называете Как Олег сказал Мы их называем иначе Но и самому Олегу Захотелось прозрачности И акустики Захотелось вернуться К чему-то душевному И настоящему Поэтому мы сегодня На этой волне И будем продолжать Представите свой акустический Бродящий цирк Да, и для Игоря Спасибо, что Игорь из Петербурга Позвонил нам И обращение ко всем Другим телезрителям У нас буквально Месяц-полтора назад Вышел второй альбом Давайте я буду показывать Я знаю, как это делать Вы знаете, как делать Я знаю, как записывать Вы знаете, как показывать Да, вы же на радио сейчас работаете Я на телевидении Я знаю, как камеры здесь устроены Как новый режиссер показывает Мы записали второй альбом В своей дискографии Наверной альбом Потому что были там какие-то сборники Еще это именно Наверной второй альбом Он называется «Акустический бродячий цирк» Конверт, дизайн конверта К нему подготовил Наш музыкант Дэн Кагарлицкий Помимо того, что он укращает Бас-гитару акустическую Он еще ночами Тайком от жены Делает вот такие работы волшебные Вот Но и на этом альбоме 13 песен Он только что вышел Не буду называть Где и как Но в сети он находится Его можно послушать бесплатно Скачать за символическую денежку Которая, к слову сказать Поддерживает музыкантов И создает загашник На запись следующего альбома Ну и сейчас мы с этого С этой пластинки Исполним заглавную песню Она называется «Акустический бродячий цирк» Это философия нашей группы Это Сейчас вы все услышите сами И рукоплещут Огольцы Мудрецы А иначе зачем В гости пожаловал Ах, акустический цирк И на радость всем Под куполом небо парит Пчела Под куполом небо парит Пчела Под куполом небо парит Пчела Держу парит Пари пчела 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ах, летняя песня Бродячий цирк Будет веселье Бегут сорванцы И публика станет глазеть Свистеть и смеяться И ждать, как обычно, привычных затей Медведей, жонглеров, шутов всех мастей Млеть, ликовать, зубоскалей И восхищаться И восхищаться И артисты уже готовы предстать в полный рост Ха, эквилибристы Главное не наступить на свой собственный хвост Как на той артисты Но на задних лапах не ходит никто Нет дрессированных мышек в манто И нет шапито в этом марионетах Так что же От смерти к любви и к смеху от слез Эти черти горцуют, дургуют всерьез И я обязательно всех их представлю Но больше А пока что они скоморожат И жизнь возбуждают И сердце бьется Иконоподобные клоуны Пусть уезжают Цирк остается Под куполом неба парит пчела Под куполом неба парит пчела Пчела, пчела Под куполом неба парит пчела Держу парит Парит пчела, пчела, пчела Ла-ла-ла-ла-ла-ла, под куполом небо парит пчела, 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 под куполом небо парит пчела, Под куполом небо парит пчела Держу парит, парит пчела, пчела, пчела Вот так вот под куполом небо парит пчела, ла-ла-ла А у нас парит сегодня пчела-бенд в прямом эфире Звоните 617-5197, номер нашего телефона За главную песню из альбома, который представил Олег только что Акустический бродячий цирк вы услышали, друзья мои Будет, наверное, приятно кому-то и вручить в этот праздничный день этот альбом Но для этого нужно нашим зрителям точно ответить на какой-нибудь ностальгический вопрос, Олег Это тот самый рояль в кустах Да, 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 как эта шапка Да, я понял, шапка еще найдет своего хозяина Обладателя Да Конечно, мы хотели бы, чтобы телеканал ностальгия существовал радостно Несмотря на ностальгию И хотим задать такой вопрос, имеющий отношение к той стране, в которой Ну, лично все мы родились И ляжешь спать в своем доме, проснуться рискуешь в гостях Мы живем сейчас в другой стране В 90-м году в стране по имени Советский Союз Была создана первая негосударственная радиостанция Вопрос такой Как она называлась? Ну и победитель, правильно ответивший на этот вопрос Это можно звонок другу сделать Можно там что-то там узнать в интернете, наверное Да, это нечестные правила игры, но такова жизнь Получает от группы Пчела Бэнд, получает в подарок наш альбом Итак, первая негосударственная радиостанция в 90-х годах появившаяся 612-5197 Чуть позже, у меня просто с уст срывается подсказка Которую я бы мог там про какого-то музыканта напомнить нашим зрителям Еще чего-то, примкнувшего к названию Но не буду ничего этого делать, не буду подсказывать Олег и так достаточно много подсказал И отправил вас уже в интернет Мы потеряли час аудитории сейчас Представите свой акустический бродячец Да, я обещал всех предстоит, но позже Позже сделаем это Ну, давайте, ну, коль скоро, да, уже А, в песне? Ну, давайте в песне это сделаем Да, просто у этой песни, которая сейчас звучала Есть вторая часть, на альбоме она представлена Хорошо, не будем томить зрителей, самих себя И чтобы уже к этому не возвращаться На флейте, мелодионе играет Евгений Изгодов Сам по себе автор песен, музыкант И человек космического масштаба Это правда, это видно по количеству музыкантов Музыкальных инструментов Во всяком случае, это был первый человек Кому я обратился, когда придумал создавать группу Пчела Бэнд Кто был вторым? Вторым был случайно нашедший меня практически неудел Дэн Шильников, человек, играющий на губной гармонике Наставляющий многих разумных людей на путь истинный Потому что многие разумные люди думают, что они все знают И только Дэн Ши, как мы его называем Прекрасный Харпер, который сам обучился играть на губной гармонике Лучше, чем многие те, которые учились этому профессионально Он обладает просто уникальной способностью Втираться в доверие, как в мое, например И убеждать, что без него планета Земля вертеться не будет Поэтому губная гармоника ему подчиняется в любых тональностях На бас-гитаре играет уникальный человек Золотой палец России Денис Казарлиский Дизайнер-художник там уже Он еще и дизайнер-художник Он играл в разных других группах, которые я сейчас рекламировать не буду Но скажу лишь одно Когда в Российскую Федерацию приехал с концертом Человек по имени Тони Шеридан Тот самый, которому группа Битлз в качестве аккомпанирующего состава В 60-м году записывала первую песню My Bonnie Так вот, когда Тони Шеридан появился в нашей стране с концертом Он привез каких-то музыкантов с собой А басиста у него не было И Денис Казарлицкий, да Его можно среди ночи разбудить Он исполнит любое произведение группы Битлз Расскажет историю, длительность, хронометраж В общем, все на свете Мне кажется, что он все эти песни и писал И вот он счастливым образом оказался в нашей группе На барабанах играет удивительно надежный и музыкант И человек, и друг Влад Зайчиков С которым я по совместительству сотрудничаю в группе «Оптимальный вариант» У него еще три десятка проектов Он влюбленный папаша Как, в общем, и все ребята из группы Он сейчас трудится иногда папой Ну, часа два в сутки А дальше он отправляется играть музыку Ну, и так случилось, что он В самый критический момент существования пчелобэнд Оказался на барабанах в нашей группе Меня зовут Олег Челап Чтобы долго не рассказывать Я просто люблю дышать и жить насквозь Вот и все Если коротко, то человек рок-н-ролл на самом деле Если говорить про Олега Челапа Влюбленная папаша у меня в гостях сегодня Я это только что усвоил из представления Алексей из Курска Алексей, добрый вечер Слушаем вас Добрый вечер Добрый вечер Привет, Алексей Предположу, что первая Негосударственная радиостанция По ее Советскому Союзу была Европа Плюс Интересная версия Но мы ее пока что оставляем В конце программы Озвучим более точный вариант Олег Измутищ Олег, добрый вечер Олег, слушаем вас Алло Да, говорите, слышно? Ну, я так думаю, что это была Радиостанция Европа Плюс Тоже интересная версия Но не совсем точная Продолжаем петь Да, мы продолжаем петь Можно, да? Увы, можно Следующая песня Называется Увы Наверное, ее название Говорящее Раз, два, три Мне хочется смеяться Не скажу почему Но я видел Оба дома Изгоняли чуму Увы Не помогло Увы Элита в целом дрянь Зато они господа А дураки уверены Дороги беда Увы Пока что так Увы Если б я был звездочетом Я бы предсказал такое Но я жил себе счастливым В лучшем месте Москвы И так же к идиотам Обращался на вы Увы Пока что так Увы Я был к ним расположен Как к Иисусу волхвы Но им часто снился Медный взадник без головы Увы Не помогло Увы Ахххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Один спешат на волю, а другие в тюрьму. И кто из них быстрее, я до сих пор не пойму. Увы, пока что так, увы. Ну, а я дышу, как прежде, коль дела таковы. И счастлив жить надеждой, видеть листья травы. Увы, не всем дано, увы. Увы, не всем дано, увы. Девяносто семь, как только Олег запел о том, что он был когда-то звездочетом, я вспомнил нашу предыдущую встречу, а она была накануне Дня космонавтики. Мы тогда говорили о конструировании летательных аппаратах, о воздушных шарах и так далее. Я не знаю, о чем нам сегодня нужно говорить, если сегодня мы вышли в другой праздник, в эфир 12 июня, в День России. Видимо, это нужно сменить тему, да, и поговорить. Да, 12. Ну, тогда были накануне Дня космонавтики. Да, тогда были накануне Дня космонавтики. Сегодня прямо не накануне, а в праздник попали. Чего бы пожелали всем россиянам сейчас, Олег? Родину любить и побольше улыбаться. Улыбающийся Михаил, Санкт-Петербург, на связи. Михаил, добрый вечер. Да, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Михаил, слушаем вас. Да, здравствуйте, Олег и вся ваша команда, Челобэн. Да, очень интересная команда. Спасибо, Владимир, что пригласили таких исполнителей интересных. Я хочу попробовать ответить на вопрос, мне кажется, я знаю, если я не ошибаюсь. То есть первая радиостанция, не коммерческая была, это эхо Москвы, если я не ошибаюсь. Она, по-моему, в 90-м году как раз и открылась, была самая первая. Ну, открылись они тогда, но не могу сказать, что они были первыми все-таки. В тот период времени, как начали появляться уже эти грибы, растущие по имени радиостанции. Олегу, видимо, это тоже хорошо известно, раз он такой радийный вопрос вам задал сегодня. Тоже, видимо, радийная ностальгия заклёстывает иногда Олега. Да? Да, конечно, да. Я вообще влюблен в радио. Я считаю, что в радио больше тайны и магии, нежели в телевидении. Прошу прощения, никого не хочу обидеть. Но радио, ты додумываешь образ человека, которого ты не видишь. В телевидении все визуально, все считывается мгновенно. А в радио, я это с детства помню, когда я слушал там от каких-то литературных программ до музыки, ты не видишь человека, ты представляешь его, как он может выглядеть, что он есть и так далее. Поэтому вот здесь есть большее пространство для фантазийности. А здесь сразу все лобово вы видите, наблюдаете. А на радио ей кажется. Ей кажется. Ей кажется, ей верится, что все случится так, как хочется, как снится в невесомых летних снах. Ей чудится, ей грезится, она смеется и надеется, И просыпается с улыбкой на булах. Равновесие так зыбко, Но воздух дразнит и опять манит. Ей слышится, ей видится, И представляется чудесный мир. И в нем парит она, и в нем она парит. Равновесие так зыбко, Но воздух дразнит и опять манит. Ей чудится, ей грезится, Что все надежды точно сбудутся, Как это снится в ее легких летних снах. Ей кажется, ей верится, она смеется и надеется, И просыпается с улыбкой на губах. Красивая история какая. И не про радио совсем. Игорь из Москвы. Игорь, добрый вечер. Да, Володь, вечер добрый. Добрый вечер, Игорь. Всех присутствующих с праздником. У вас тоже, Игорь. Поскольку в армию уходил в 90-м году. И это прекрасно помню. А вопросик у меня о группе такой. Вот вы так замечательно пропели песенку «Кофе и сигареты». А вот есть такой замечательный сериал «Клан Сопрано». И вот по музыке там очень так, грубо говоря, вашему стилю подходит. Не было ли у вас желания создать такой саундтрек к этому фильму? Спасибо. Спасибо, Игорь. Спасибо огромное. У меня такое подозрение. Мы, конечно, не будем озвучивать победителя в этой викторине. Но, тем не менее, есть подозрение, что вы стреляете метко. Нет, вот к той картине мы не собирались писать саундтрек. Но думаю, что, услышав нашу музыку и увидев эту телепрограмму по каналу НТВ плюс Ностальгия, некоторые продвинутые, прогрессивные режиссеры, как отечественные, так и зарубежные, будут становиться в очередь, чтобы мы создали для них что-нибудь такое акустически-психоделическое. А сейчас, видимо, шапка все-таки пришла, да, пора? Ну, шапка нашла своего героя, да. Эта песня следующая нуждается в этом колпаке. Песня называется «Мой дурацкий колпак». Если кто-то из наших телезрителей помнит, как в конце 50-х годов, в начале 60-х, один длинноносый чудак, баламут из города-героя Ливерпуля, взял гитару в руки и вместе со своими друзьями перевернул весь мир, то он не ошибется, обнаружив его в тексте нашей песни. Хотя песня имеет отношение ко всем людям, которые не боятся выглядеть смешными, а на самом деле внутри себя таить огромную мировую философию. «Мой дурацкий колпак». Мой дурацкий колпак смешон дуракам и слишком велик мудрецам, Но он всех веселит, покуда я сам не собрался к праотцам и к братцам. Да только я не спешу, я смешу и дышу, тормошу мне тоска нипочем. И любуются все, забавляются все дурацким моим колпаком. Этот чудный колпак подарил мне чудак, длинноносый смехач, баламут. Он учил меня беть, беть сужденья иметь и носить мой колпак, Не боясь слова шут. Вот ответ, почему благодарен ему просто в солнце и в слякоть и в снег. Мой дурацкий колпак мне во всем добрый знак, Талисман мой и мой оберег. Мой дурацкий колпак, Парашют дуракам и капюшон мудрецам. Каждый выбрал свое, кто ружье, кто ж не вье, Я же выбрал любой с колпаком пополам. Но всех жизнь лото лишь не видит никто, Как украдкой мудрец и дурак. Тихо просят меня, умоляют меня Подарить мой дурацкий колпак. Мой дурацкий колпак. Пчела-бэнд и в дурацком колпаке Олег Кчела в гостях у меня сегодня в прямом эфире. Песенку «Мим» мы проскочили, да, но мы к ней вернемся. Вернемся. У нас позволяет формат программы. Конечно, когда такие в колпаках приходят, мы можем расширить эфир до невозможности просто. Что касается людей, перевернувших мир, скажите, ваша книга о сотворчестве и соперничестве Джона Ленны и Маккартни. Я работаю на дне, и у меня материал, мне кажется, уже на три с половиной книги, и что-то надо выкидывать, потому что, с одной стороны, не хочется банально помещать биографию музыкантов «Битлз». Ну, это в любой энциклопедии доступно, это бессмысленно. И мне кажется, важно в данном случае, ну, мое субъективное видение их взаимоотношений и дружеских, и творческих. А они были не всегда дружеские и даже не всегда творческие. И вот на этой диалектике, на этих противоречиях, вот, самый-то большой интерес и возникает. Тем более, что я пишу эту книгу как музыкант, и я понимаю ткань их отношений. И в том числе сотворчество и соперничество, да, в основе лежит все это истории. Смотрю на «Пчелу» по телевизору, спрашиваю зрительницы из Ростова, и вспоминаю мюзикл «Пчелка». Это ваша история? Я для... Совершенно случайное совпадение. Я для этого спектакля писал музыку. Сама пьеса была переработана, и тексты песен. Это редчайший случай в моей жизни, когда я писал не на свои слова музыку. Это все принадлежало авторству Лары Садовской. Мне было предложено сделать музыку на эти слова. Детский спектакль. Я никогда не работал для детей адресно. Но что-то получилось, и когда я был на премьере, все было красочно, все было очень ярко и здорово. Мы можем увидеть даже фрагмент премьеры сейчас. Давайте это сделаем, потом вернемся. Там приключения нас ждут. Там приключения нас ждут. Не унывай, лапку давай, и в путь собирайся моя. Ты на месте не усидишь, отважный и смешной малыш. Всегда лети к своей мечте, лети всегда к своей мечте. Всегда лети все выше, вверх. Не улыбайся. Всегда лети все выше, вверх. Которая еще не спит, чтобы она тоже прикоснулась к пчелиному творчеству Олега Челапа. Мюзикл «Пчелка» только что мы вам напомнили. И Олег рассказал об этой истории, отвечая на вопрос зрительницы из Ростова-на-Дону. Что касается греческого альбома, мы сегодня про оптимальный вариант не говорим, по сути дела. Но можно хотя бы ответить на вопрос. Да, отвечу. Насколько там готовы к реализации вот эта старая задумка? Он уже выпущен. Он был издан в ноябре 2017 года лейблом «Союз Мьюзик». Сразу трех видах в виниловом двухпластиночном альбомом. Двойной альбом. Две виниловые пластинки в одном комплекте. Также двойной альбом, более расширенная версия – это CD. И такой современной версии iTunes. Так что он в любом формате доступен. Он есть в сети, его можно также точно слушать и скачивать. На самом деле, я полслова буквально скажу на эту тему. Это была моя давнишняя мечта – написать цикл песен на сюжеты античной мифологии древнегреческой. И попытка такая была предпринята в начале 90-х годов. И тогда и не хватило ни запала, ни музыкальной оснащенности, ни понимания. В общем-то, просто замах был большой, а удар оказался крохотным. Поэтому это было все законсервировано. Я думал, что вообще вряд ли к этому вернусь. Но потом, вот уже где-то с 2013 года планомерно к этому возвращался. И даже у меня есть там на поэтические тексты Еврипида несколько произведений в этом греческом альбоме. Он называется «Песни из садов Диониса». Группа «Оптимальный вариант» его записала и презентовала в конце ноября 2017 года. Ну вот, когда «Оптимальный вариант» снова придет к нам в гости, тогда Еврипиду-то мы и послушаем. А пока что другая история сегодня. Продолжая вот эту тему сказочную, может быть, про мимо историю исполнить сейчас. Ну, она не совсем сказочная, она скорее ближе к Еврипиду. Эта тема. Эта тема, да, это достаточно драматическая песня, и она будет понятна любому человеку, который находится по одну сторону рампы, и всем людям, которые приходят смотреть на артиста в любое заведение, будь то театр, цирк, концертная площадка и так далее. Песня называется «Мим». Песня называется «Мим». Он каждый вечер на арене, в полусвете, в полутени, точен, ироничен, ироним. Чуть заметные движения, еле слышно и скольжение, чье-то отражение, этот мим. Ни полслова он не скажет, но поведает, покажет, в чем сомненье, радость и печаль. И в конце дивертисмента, там, где вслух аплодисменты, в воздухе повиснет невзначай. Все любили мима, все любили мима, так не объяснима мима, все любили мима. Все любили мима, все любили мима, так не объяснима мима, все любили. Он каждый вечер на арене, в полусвете, в полутени, точен, и графичен, ироним, ироним. Но когда лицо без грима, и когда душа без грима, уязвимый он, все тот же мим. Все любили мима, все любили мима, так не объяснима мима, все любили. Мима, все любили мима, все любили мима, так не объяснима мима, все любили. Красивая история, безусловно, тоже. У нас такой сегодня акустический камерный рок звучит. Группа Пчела Бэнд в прямом эфире 617-5197, номер нашего телефона. В принципе, такую же музыку исполняет и группа Браво на стихи Олега Челапа. Какие песни поет Браво на стихи Олега? Давайте увидим, мы услышим, потом вернемся. Блудный день, как блудный сын, на шоссе я один. Кто был прав, а кто влюблен, кто куда я за горизонт. Мне скучно знать то, что раньше знал, исключено быть где не раз бывал. Глупо ждать, я иду вперед. Бурний день, буги, авто, стоп. Танцуй, танцуй на солнце, на спицах в лягких снах. Танцуй смешные танцы, танцы на солнце вновь. Надежда белой птицей, пускай всегда с тобой. Танцуй, танцуй на солнце, ждет и тебя любовь. Пожелай мне ветра, сквозь тоску и грусть. Пожелай мне утро, я вернусь, я вернусь. Пожелай мне ветра, я вернусь, я вернусь. Ну вот тоже акварельность акустического рока, что в принципе всегда Браво и присуще было, да, 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 да. Ну так случилось, что я написал для группы Браво некоторое количество отборнейшего масла. Ну и я рад, что Браво это исполняет, поклонникам этой группы это нравится. С Женькой мы дружим, с Хафтаном. Ну и кто знает, может быть, что-то в будущем еще со Сгодовым дружится. Может еще масло добавится туда в коллектив. Александр из Керчи, Александр, добрый вечер. Здравствуйте, дорогие мои любимые братья. Добрый день, Александр. Приветствую вас, поздравляю вас с праздником. Спасибо, с праздником вас. Очень приятно видеть такой замечательный коллектив сегодня в этот день. Действительно, очень точно сказано, что мы не только продолжали, но и мы продолжаем любить мимо. Я очень рад за Игоря, что он стреляет, к счастью, метко. Я имею в виду Игоря из Москвы, который правильно ответил на вопрос. Я вообще сначала думал, что речь идет о радиостанции «Радиокрымточка». Но Игорь, оказывается, правильно ответил на вопрос. Мне бы хотелось сказать, что музыка группы «Пчелобэнт» очень сильно мне напоминает великого Баби Дилана. А что, если сказать о творчестве, я как понял, пишется книга о Ленане и Маккарне. Я бы хотел немножко свои размышления, если позволите. Нет времени, если очень коротко только. Да, буквально вкратце. Мне кажется, что этих двух людей, как ни странно, связала именно потеря матерей. Вот, на мой взгляд, кажется, именно ему не столько музыка, а столько их объединила потеря матерей, то, что они сироты. В том числе, на мой взгляд, да. Здравствует рок-н-ролл. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо большое. В том числе, конечно, и это повлияло. Видела бы мама. Это же песня, она просто... Не-не-не, дело в том, что, поскольку у нас есть некоторое время, мы постараемся успеть две песни. Одну из песен мы посвящаем нашей болельщикой слушательнице. Я открою секрет. Она является сотрудницей телеканала НТВ плюс Ностальгия. И вот сейчас для Лены из Малаховки мы сыграем песню о ее исторической родине. Песня называется «Малаховка». Давайте. Я завис в Малаховке, я купался в озере. Мне хотелось девушку за руку держать. Видел в церкви Маковку, заявлялся козырем. Слышал песнь саловушки, че ж еще жила. Рассуждал о вечности, отобедал с водочкой. Врал лениво дачникам, глазом не моргнул. И в своей беспечности снах очнулась лодочка. В гамаке калачиком тихо прикарнул. А-а-а-а, Малаховка! А-а-а-а, Малаховка! Из окна случайного слышал голос Познера. Ехал в печенье, чашку уронил из сервиза чайного. И вновь купался в озере, погасил сомнения. К ночи укатил, вот и мыслю солнышко. Припекало Маковку, видел в церкви Луковку. Навестил своих песенкой саловушки. Я царису в Малаховке, буковка за буковкой. Прожит летний стих. А-а-а, Малаховка! А-а-а, Малаховка! А-а-а, Малаховка! А-а-а, Малаховка! Ну да, оказывается, и для поклонниц тоже пишутся песни, в том числе работающих на телеканале «Ностальгия», для Малаховки и для, я так понимаю, Елены. Ну что, надо коротко подвести итог. Спасибо, да. Игорь из Москвы, я так понимаю. Да, да, спасибо всем, кто звонил, кто слушал, кто смотрел. Действительно, Игорь из Москвы оказался прав. Радиостанция СНС имени Стаса Намина и его корпорейшн, СНС Корпорейшн, была первой негосударственной станцией. Уже потом возникли Европа Плюс, Эхо, Москвы и все на свете. А СНС была первой радиостанцией негосударственной. Я имел честь работать на ней. И мы отдельно для, по-моему, Владимира из Керчи, я не запомнил, мы ему, поскольку он дозвонился оттуда, и он знал ответ, это совершенно было очевидно, мы ему тоже презентуем пластинку группы Пчела Бэнд. Чем заканчиваем? Заканчиваем мы тем, что видела бы мама, как ты целовалась в метро, но я хочу сказать вам, дорогие телезрители, еще раз вас с Днем России улыбайтесь и помните завет старика Мюнхгаузена. Все большие глупости в мире делаются самым серьезным лицом, поэтому улыбайтесь, господа, товарищи и дорогие люди. Группа Пчела Бэнд рада вам всегда, находите нас в сети по имени интернет, рассказывайте о нас всем своим друзьям и родственникам, здоровым и не очень, и знайте, что миром правит любовь и юмор. Радости вам вслух и процветайте. Видела бы мама, как ты целовалась в метро. Раз, два, три. Покладка виолончели, улыбка сверчка, она на самом деле в ожидании смычка, она любого заводит с полуслова, с полу тычка. Она на черное не ставит, знает, выпадет зеро. Она играет, но не давит, ходит с карты дорог. Видела бы мама, как ты целовалась в метро. Энциклопедия успеха, эротический ток, она мартеха ради смеха валит взглядом между ног. А дома плюшевые мишки, кошки-плюшки и вишневый сок. Видела бы мама, как ты целовалась в метро. Видела бы мама, как ты целовалась в метро. Субтитры сделал DimaTorzok Походка виолончели, улыбка сверчка Она на самом деле в ожидании смычка Она любого заводит с полуслова, с полпичка Она на черное не ставит, знает, выпадет зеро Она играет, но не давит, ходит с карты Таро Видела бы, мама, как ты целовалась в метро Видела бы, мама, как ты целовалась в метро Видела бы, мама, как ты целовалась в метро Видела бы, мама, сама бы целовалась в метро Видела бы, мама, как и целовалась Петро Видела бы, мама, как и целовалась Петро Видела бы, мама, сама бы целовалась Петро Рожденный в СССР 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 Продолжение следует...